Российский кинорежиссер Юрий Быков часто приезжает во Владимирскую область. Автор фильмов «Завод. Жить и дурак» в поисках вдохновения посещает поселок Боголюбово и храм Покрова на Нерли. Именно здесь режиссер понимает, как он будет снимать свою новую картину. Исторический фильм об Андрее Боголюбском. Можно поехать в Боголюбово и просто подробно по ступеньке посмотреть, как он жил и как он умер. Это очень редкое явление. Причем еще до пришествия татар-монгол. Это человек, который создал это государство, по большому счету. И мало кто про это понимает. И мало кто понимает, что вообще, в принципе, Владимир – это цитадель. Владимирские поклонники увидели последнюю картину режиссера. Фильм «Сторож» – психологическая драма о людях, которые живут на территории заброшенного санатория. Режиссер сам сыграл главную роль. При бюджете в 55 миллионов рублей фильм собрал чуть больше семи. Юрий Быков признается, что его творчество может быть тяжелым для восприятия. Поэтому фильмы в прокате не окупаются. Но у Владимирских зрителей привлекает авторский стиль Быкова. В его фильмах жизнь показана правдивой, без прикрас. Люди, которые смотрят фильмы Быкова, они изначально уже настроены немножко по-другому. То есть какой-то формат этих фильмов не предполагает развлечения. То есть это не фантастика, не ужасы, не боевики, а именно драма. Это драма нашей российской действительности, которая показывает именно нашу жизнь. Юрий Быков признался, что он несчастливый человек. А съемки фильмов помогают ему узнать что-то новое о самом себе. При этом режиссер не хочет быть модным. Для него важно оставаться правдивым. Сейчас режиссер работает над несколькими проектами. Подробности пока не раскрывает. Юрий Быков в своих фильмах показывает российскую действительность. Жестокую и не всегда позитивную. Но сам признается, что его фильмы всегда оставляют надежду на лучшее. Иван Стариков, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.